мы друзья здравствуйте движемся по магазину костка у меня сегодня такое эффектное сопровождение до 2 июля и мы пришли в то место где сахара продают и что там написано про сахар один одна пачка одна пачка ну давайте я обычно там беру органический но такой ждать к коричневый но я не вижу органического нет бейкин сода нет сода мы не возьмем ну давайте возьмем такую пачку одну берите одну пачку и отлично так хорошо движемся что у нас дальше там так дальше у нас может быть сода в бейкин сода это как кока-кола там какая-то газированная мы не берем нет тогда бейкин сода просто сода написано сода сода тогда бей наверно для мытья посуды наверное для меня посуды но такой мешок мы не можем взять так нет ребята я что-то сомневаюсь а поменьше еще не ну ладно пошли пошли искать дальше чуть кроме соды у нас что-то вилки ложки у нас пошли за вилками ложками значит так а юля и тут знаете что-то еще кофе с этой стороны давайте сюда зайдем вот юля нам расскажет как она ответит на вопрос как ее в тестирование занесло вот пришла на интервью я спрашиваю расскажите вот как вы тестировали попали что вы им скажете это кримор да так сколько нам кримеры так давайте возьмем 3 так подъезжайте берем 3 примера а вы или вы потихоньку рассказываете что женщины могут делать две вещи одновременно бронем если мы ложим кофе мы не говорим так потому что они пишут они что не делают они еще глазки строят параллельно вот так хорошо это мы взяли теперь вот тут еще кофе вот этот этот у нас будет нет это постойте это дико фенейт это зеленый для школы так берем ящик это это вот это мы берем ящик сразу берем ящик из 9 коробочек взяли ящик из 9 коробочек а где же этот самый это подождите а просто кофе-то чтобы заварить все же нас кроме ой кроме дико фенейт ничего нет что даже странно решили взять молотый вот вы уверен что молотый да 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 он молотый так родить он с кофеином так ну давайте историю то что вы так скрываетесь развернемся и пойдем в ту сторону пойдем за ложками и вилками да ну вот как вы попали в кей по русски или по-английски по русски давайте ну во первых у меня муж и так и конечно же видя его азарт любовь к этому телу и слушая постоянные истории я уже потихоньку сама начинала узнавать и некоторые вещи во вторых я пробовала сюда вот может прям тут возьмем вилки вот вилки вилки и там вон ложки с той стороны давайте давайте 3 возьмем так давайте по одной так раз два так ой ничего ой 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 дети аккуратнее так за полотенцами пошли так ну Ну давайте, рассказывайте. Во-вторых, я участвовала в E-Test Project и, в принципе, мне понравилось. Так, а куда вы свернулись? Подойдите. А куда? А мы туда идем. Нет, вы должны начать все-таки с образования. Вот вы... Образование у меня немножко не то. У меня ресторанно-гостиничный бизнес. Хорошо, вот вы человек с ресторанно-гостиничным образованием. Вы работали по специальности? Нет, не работала. А что делали? Я после окончания сразу пошла работать в... Это такое украино-промышленное. Это как бы веб-портал. Так. Где мы... Я была менеджером с поиска клиентов. Туда? Где мы искали, наполняли странички. И это была как бы реклама для компаний. Понял. То есть получилось так, что вы учились там по гостиничному хозяйству, но в итоге никогда не работали, а работали в интернет-портале. Интернет-портал, потом я сразу пошла работать в рекламную агенцию. Куда? Постойте. Девочки, вы не бегите. Нам все-таки нужны что? Полотенца. Я же говорю, что... Так. Такой, браун? Наверное, баунти, нет? Давайте возьмем баунти. Давайте возьмем их парочку. Давайте. Так, я взял? Да. Да, да. Видите, у нее история начинается как бы не сначала. Так вот. Ага. Я не скопительную. Так. Я теперь хотя бы знаю, с чего ее начать. Вы начинаете с образования, потому что должен быть ответ на вопрос, почему, начав какой-то путь, вы вдруг с этого пути куда-то развернулись и пошли дальше. Вот. И проработав рекламной агенцией, я также наполняла сайты. И то есть это уже related как бы... Да. О, нам тарелки нужны. Какие? Какие? Мне кажется, это очень большие. Я думаю, что поменьше нам нужны. А вот эти, ну-ка. Вот эти нет, тоже большие. А вот эти поменьше, да? Вот эти поменьше, да. Давайте возьмем вот эти. Вот эти нормально, мне кажется. Ой. Так. Работали в интернет-портале. Дальше. В этом шуме агенции. Мы остановились на рекламной агенции, где я работала тоже менеджером. Вот. Тогда должны мы прийти к неизбежно, к вопросу, почему вообще надо было что-то менять. Ну вот хорошо, работали вы тут, работали там. Почему вдруг возник вопрос, что нужно менять, нужно искать другую профессию? А потому что, когда я приехала сюда, я уже не работала в этой сфере. Работала няней... Диш-соу. Диш-соу. Что еще? Диш-соу. Диш-соу. То есть это где-то вот здесь. А вот. Пошли смотреть, да. Оставь пока терегу или... Ну давайте с тобой. То есть фактически необходимость смены профессии или там приобретения профессии новой возникла от того, что вы попали в эмиграцию. Да. Я приехала сюда, и так как английский был очень плохой, ну как бы на очень низком уровне, какой-нибудь там. Английский был на низком уровне? Так. Вот. Показалось работать на тех работах, на которых не очень как бы нравилось. Нравилось. И не такая цель была. Это может быть не надо рассказывать. Значит вы говорите, что приехали в США, тут страна возможностей. Страна возможностей. И вопрос был такой, а где она, моя возможность-то? И вы усиленно задумывались над этим вопросом. Так. Я задумывалась над этим вопросом. Так. Давайте оставим телегу, будем прохаживаться. Оставьте. Будем прохаживаться в поисках какого-нибудь жидкого мыла для посуды, да? Да. Так. А вот есть какое-то конкретное предпочтение? Ой. Рассказать, так я пытаюсь вспомнить, что у нас сейчас на самом деле есть. Так. Может быть вот это, нет? Это жидкое. Это дишвошер. Так, а у нас что? А у нас просто написано диш соуп. Диш соуп. Ну а что? Просто вот такая, наверное. Спорт формирует. Да, он. Ринз. Ну вообще, ринз эйд. Давайте возьмем этот. Так, а мне звонят. Друзья, находясь посреди мясных рядов, я получил звонок на селфон. У нас работала Настя, которая уехала в Орегон. И вот я давал ей референсы. А вы Настю не застали, да? Нет. Меленькую такую? Из Молдавии была девочка у нас работала, да. А вы что такое принесли? Бананы и селери. Это что, в списке у нас? Да. А, у нас девушки приноровились делать смузи зеленые. Ну, бананы немного зеленоватые такие. Для смузи сгодится, лишь бы крахмала много было. Что там еще пишут в нашем списке? Вот вроде все. Как все? Ну не может же быть все. Мы все выполнили, кроме соды. А что ж такое бейкинг сода? Наверное, для посуды. Я думаю, это не... Это не Костковская вещь. Да, очень большая. Ой. Ну хорошо, давайте пойдем что-нибудь вкусненькое возьмем. Хорошо, друзья, ходить по Костка в рабочий день в районе часов эдак пяти вечера. Как мы сейчас с вами тут присутствуем, никого нет. Ну, в смысле, мы-то есть. Да. А так вот больше особо никого нет. А то бывает тут такая теснотища, толкучка. Девочки, вы любите Костка? Да. Ну, в плане, у нас маленькие семьи, поэтому нам, наверное, не очень выгодно закупаться. Есть продукты, которые в Костку, конечно, лучше. Поэтому, например, вот мы берем рыбу или курку, курицу. Курку с помидорчиком. Да, переводим. Переводим, да. Или вот орехи, помидоры, мандарины. Некоторые фрукты. То есть пользуетесь все-таки? Да, пользуемся. Но уже не так часто, потому что не очень для маленькой семьи Костюля говорить выгодно. А сразу выходишь с таким чеком. Ну да. Ну, у вас еще такой период в жизни, когда вы можете много съесть. А то с возрастом, знаете, ну, может, вы себе отказываете. Но вот с возрастом уже бы и съел, понимаете. А как-то не лезет что-то. Ладно, друзья, мы тогда переходим на сугубо, так сказать, коммерческую часть нашей поездки. И за все надо платить. За все надо платить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok